Пациентка 69 лет. В анамнезе закрытая черепно-мозговая травма, ДТП. В настоящее время беспокоят головные боли, тяжесть в голове, головокружение. После приема невролога направлена на МРТ головного мозга. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, умеренно расширены. Третьи и четвертые желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. В передних отделах правой лобной доли выявлен участок кистозно-глиозных изменений размером 36 на 42 на 25 миллиметров. В левой лобной доле аналогичные изменения размером 44 на 35 на 33 миллиметра. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мосты мужичковые углы свободны. Сильве и ущелье и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Обращает на себя внимание киста эпифиза 6 на 3 миллиметра. Субкортикально, пара и суправентикулярно, в белом веществе, лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 миллиметров, без перифокального отека, более вероятно дисциркуляторного характера. Расширены переваскулярные пространства Вирхана Робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. Минимальный отек в воздухоносных клетках сосцевидного отростка правой височной кости на площади 11 на 10 миллиметров. Заключение. МР-картина посттравматических изменений головного мозга, дисциркуляторная энцефалопатия. Минимального отека в воздухоносных клетках сосцевидного отростка правой височной кости. Рекомендована консультация невролога. Редактор субтитров А.Семкин